Всем привет! Это урок 0.3, в котором я постараюсь очень кратко пробежаться по инструментам, менюшкам Roblox Studio и Азам 3D моделирования. Давайте обратим внимание на то, что у меня на экране три окна. Окно Properties, свойства. Окно моего места, Place. В терминах Roblox Place это как бы уровень. Уровень вашей игры. Внутри вашей игры, потом если вы будете создавать игру, может быть много таких мест. Между ними перемещаться игроки будут с помощью телепорта. Так, ну и справа у меня окошко расположено. Называется Explorer. Это как обычный проводник вашим Windows, который показывает папки с какими-то детальками, модулями, эффектами и так далее. Для вашей будущей игры. Если у вас этих окон нет, то нажимаем вкладку View и вот эти два окна главных включаем. Это я их отключил. Explorer Properties. Их можно перемещать. Хватаем за заголовок, двигаем. И вот мне вот синим цветом показывает, где это окно будет развернуто. Можно справа и так далее. Ну, мне вот так вот понравилось. Так, движение камеры правой кнопкой зажимаем. Можем двигать, поворачивать камеру. Движение внутри нашего места, Place, с помощью стандартного набора клавиш WASD. Вы, наверное, знаете по стрелялочкам. W, A, S, D. Влево, вправо, вперед, назад. Если хотите вверх-вниз, то есть еще две клавиши Q и E. Вот, вниз, вверх. С помощью них можно. Так, ну давайте еще одна есть горячая клавиша, которая очень нам пригодится. Для этого нужно сначала какую-нибудь детальку поставить на наше поле. Так. Клавиша F. Она фокусирует нашу камеру на выбранном объекте. Причем, смотрите, объект можно выбрать, например, справа. В нашем Explorer. Выбрал этот объект. Выбрал этот. И камера старается захватить этот объект целиком. Так что, если вы где-то заблудились, можно, например, выбрать Base Plate и нажать F. И вам покажут все целиком в поле. Так. Давайте еще поговорим про охи. Координат. А, ну я еще не сказал, что колесом мышки, колесом для скроллинга, мы приближаем, отдаляем. Камеру. Так. Нажимаем вкладку View. Вот здесь есть кнопка Показать оси координат. Вот они здесь уменьшенные. Показаны. Так, давайте выберем Workspace. Допустим. Переходим на вкладку Home. Так. Вот нажал Move. Мы видим стрелочки. Но одну очень хорошо видно стрелку зеленую. Давайте лучше сделаем. Перейдем на деталь. У детали это лучше видно. Итак. Зеленая стрелка, которая направлена вверх, это ось Y. Красная стрелка, это ось X. Мы можем двигать нашу деталь по этим осям. И синяя стрелка, это ось Z. Ну вот здесь в моей подсказке они дублируются. Видите, если я вращаю объекты на экране, то подсказка показывает, куда смотрят оси нашего места. Потому что мы можем вращать наши детали. Так. Я только что показал, что можно выставлять детали с помощью вот такого инструмента Part Detail. Их в наше рабочее место вставлять. Ну, эти детали как бы падают сверху на то место, на котором сфокусирована камера. Вот я немножко отодвинулся, нажимаю еще, еще, и они падают, падают. Вот, можно их хватать, двигать и так далее. Так. Ну, как можно двигать детали по полю? Можно просто схватить деталь и тащить. Она будет стараться следовать по поверхности, на которой она находилась. Если встречается какое-то препятствие, то... Так, ну вот я сейчас ее схватил неправильно. Я схватил застрелку. Давайте я сейчас рассказываю просто хватание детали. Таким макаром. И двигание ее вверх-вниз. Видите, она стала... Она пытается переместиться... Ну, редактор студия вам помогает, упрощает перемещение детали. Старается переместиться наверх любого объекта, к которому вы ее приближаете. Вот, если вы хотите свободно и более четко двигать ваши детали, то нужно использовать вот эти вот стрелочки. Стрелки для движения. Мы сейчас... Я вам цвета назвал, что... Синяя... Синяя это у нас ось Z. Красная ось X. И зеленая ось Y. Так, ну вы видите, что объект у нас спокойно проникает внутрь другого объекта. Можно включить коллизии. Тогда объект будет оставаться на поверхности. Вот. То же самое все остальные объекты. Если же вы хотите объекты... Поместить друг в друга с небольшим зазором, то вот отключаем здесь коллизии. И, пожалуйста, можно делать вот так. Так. Следующая у нас кнопка. Мы сейчас смотрели инструмент перемещения. Инструмент масштабирования. Тоже появляются такие пиктограммочки в виде окружностей. Цвета совпадают с осями. Можно увеличивать объект как угодно. Так. Здесь все понятно. Rotate. Повороты. Повороты тоже у нас появляются такие окружности, по которым... Ну и цвет совпадает с той осью, по которой мы будем вращать нашу деталь. Причем ваша деталь может сопротивляться, не вращаться, если у нас включены коллизии, например. То деталь, видите, она застряла. Не дает себя повернуть. Мы опять отключаем коллизии и можем вращать. Либо можно деталь поднять немножко. Вот давайте я ее опять немножко по оси подниму. Теперь включу коллизии. Видите? Она на поверхности у нас стоит. Теперь я могу ее вращать. Она как бы... Ничто ей не мешает. Но вот сейчас по этой оси не могу вращать опять, потому что она, для того, чтобы повернуться, она немножко краешком своим должна войти внутрь вот этой поверхности. Так. Ну вот видите, я ее приподнял, теперь могу спокойно вращать. Итак. А что это вот за штрешки такие для вращения? У меня здесь указан шаг. На самом деле вот написано Snap to Grid. Привязать к какой-то решетке. Если я поставлю привязку, то у меня, кстати, лучше рисовать все с привязкой. А потом, когда у вас будет тонкая доводка, привязка, видите, такие штырьки, торчащие, как на фигурках Lego. Вот один студ, это и есть один штырек. И вот движение идет кратно одного штырька. Штырьку. Можно сделать, конечно, кратно, например, 0,2. Тогда он будет двигаться с шагом 0,2. Значит, более плавно. Можно вообще галочкой отключить, тогда будет двигаться как угодно. Итак, возвращаю сюда единичку. Давайте, то же самое и для поворотов. Здесь я указал 10 градусов. Вы знаете, что у нас в полном оборете 360 градусов. Давайте я укажу здесь по умолчанию 45 градусов. И посмотрите, появились появились как раз вот эти вот линии, которые показывают 45, еще 45 градусов, еще 45. Довольно удобно. Так. Ну, давайте еще посмотрим, раз уж мы в этом окне, понятно, можно выбирать детали. Можно выбирать сразу несколько деталей. Например, нажимаем на первую деталь в списке, держим Shift и нажимаем на последнюю деталь. И с первой по последнюю, по порядку, они выделяются. Как убрать из выделения одну из деталей? Зажимаем Ctrl клавишу и нажимаем либо здесь на экране, вот она, перестало, выделение снято с нее. Здесь нажимаем Ctrl, видите, тоже снялось. Здесь. Можно здесь также, не отпуская Ctrl, здесь. Можно добавить обратно. С Shift уже так не получится, потому что с Shift он будет с первого клика по второй клик выделять. Вот так. Так. Ну зачем нам нужно выделять эти вещи? И что за окошко такое свойство? А у нас свойство, если мы выделим сейчас одну деталь, так. Лучше выделять с Select, чтобы ненароком не повернуть нашу деталь. Вот я курсор выбрал Select. Так. Опускаем вниз и видим поверхность. Например, мы хотим сделать поверхность. Сейчас у нас гладкая поверхность указана. По умолчанию, когда мы выставляем деталь, давайте, вот Home, кстати, детали появляются в нашем Workspace с теми свойствами, которые мы заранее здесь установили. Вот здесь можно выбрать материал. По умолчанию обычно это... А, ну обычно у нас это пластик. Так. Цвет можно выбрать, например, синий. Теперь, если мы будем новые детали добавлять, то они будут уже с этими выбранными свойствами ставятся... Так, цвет я не сменил, извините. Вот. Ну, естественно, можно выделить все наши детали, допустим, Shift-ом. Можно нажать... Вот, если у нас курсор Select, мы можем просто по экрану тянуть и какие-то выделятся. Мы можем у них изменить цвет. Можем также в свойствах изменить любое из свойств. Например, так... Top Surface это верхняя верхняя грань. Давайте мы ее сделаем у всех выделенных не гладкой, а штырьки сделаем, как у Lego. Видите, только у всех выделенных деталей появились эти штырьки. Ну, на этом, наверное, я закончил урок. Спасибо. 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 Продолжение следует...